Блогеры по алфавиту Еще мне очень нравится, что Аля периодически рассказывает о книжных новинках, потому что я, если честно, за ними вообще не слежу, и единственный источник, из которого узнаю о новинках, это именно ее канал. Анна Спрайт. Аня очень позитивная, улыбчивая, она такая милая, и мне очень нравится, что Аня читает такие незаезженные у нас на BookTube книги, от нее я узнала очень много нового. Букиш Энн. О, я помню, как я ждала Настину возвращения на BookTube, и хвала небесам, она таки вернулась. С Настей у нас очень похожий вкус, и не только в литературе, так что ее видео я всегда с нетерпением жду. Екатерина Кривошеева. Эта девушка снимает видео не только про книги, но еще про путешествия и про предпринимательство, и если вы любите мотивирующие книги или книги по психологии, то, думаю, у нее на канале вы найдете много интересного. Фанни Аннет. Я так по-доброму завидую Нюре, потому что она читает абсолютно разную литературу, мне так тоже очень хотелось бы, и к тому же я прям обожаю ее видео о книжных покупках. Эй, Алиска, или Хэй, Алиска, извини, я не знаю, как правильно. Очень позитивная, энергичная девушка, она любит английскую классику, и благодаря ей я все чаще засматриваюсь на книги Диккенса. Юлия Калач. Если я не ошибаюсь, Юля учится на филолога, так что тоже очень разную литературу читает, и мне, например, очень нравится ее видео про Сартра и Камю, и недавно еще видео вышло про Айрис Мёрдок, они очень познавательные. Мистер Бергов. Недавно посмотрела Настя на видео про книжные полки и поняла, что, наверное, я что-то делаю не так, потому что из всех авторов, чьи книги у нее есть, я знаю максимум человек пять, и, наверное, вообще никого из них не читала. Так что, если вы хотите чего-то новенького, то бегом к Насте на канал. Ольга Барнак. Видео Оли всегда такие теплые, уютные, и такое ощущение, что между вами нет преграды в виде монитора. Мне очень нравится ее видео о скандинавской литературе, потому что мне это очень интересно, и еще я запомнила видео о книге Анны Каренина. Оно получилось таким эмоциональным, и после видео Оли я прям сформировала свое мнение об этой книге. Остатки сладкие. Здесь я тоже согласна с Таней из Испании, и мне тоже кажется, что Лиза выглядит очень образованной, умной девушкой. Ее видео о книжной полке привело меня в восторг, и сразу же после просмотра я заказала себе несколько книжек. И еще Лиза очень спокойная, и мне это всегда очень нравится. Психея. Юлины видео о книжных покупках, конечно, всегда потрясают и объемом, и размахом. И еще мне почему-то кажется, что Юлины видео самые гармоничные, что ли. Релакс энд рит. Алена всегда вдохновляет меня на чтение книг в оригинале, она очень много читает в оригинале. И еще мне запомнилось, как в одном из последних видео в отчете о книгах Апреля она рассказывала, делилась впечатлениями о книге Генри Миллера. Если вы смотрели это видео, или если посмотрите, я думаю, вы поймете, о чем я сейчас говорю. Сэмпл Булкиш. Вообще, я должна признаться, Айшат в свое время была тем человеком, который вдохновил меня на то, чтобы начать снимать видео. И с самого начала моего творческого пути мы общаемся. У нас очень похожи вкусы в литературе, но несмотря на это, я очень много новых книг от нее узнала. Таня Фром Испания. Мне так нравится, как у Тани пишется ник. А что касается видео, я очень люблю ее болтологические видео с ответами на вопросы, или когда она просто о чем-то рассуждает. Ну и, конечно, как она рассказывает о книгах, меня просто завораживает. Татьяна Лазарева. У Тани очень много видео о книжных покупках, но мне, если честно, больше всего запомнилось то, где она распаковывала, по-моему, все книги Гарри Поттера. А еще Таня очень милая, у нее очень приятный голос. Анкл Шурик. Мне так нравится, что у Шурика много книг старых, так сказать, то есть не классики, а книг, которые популярны были лет 10 назад. Он часто рассказывает про фэнтези и фантастику, мне эти жанры очень интересны. И я помню его видео про фэнтези в литературе, по-моему, оно получилось очень информативным. Вероника с Book Life. Вероника читает очень много популярной сейчас литературы, поэтому, если я хочу прочесть что-то подобное, я иду к ней на канал за отзывом. Жем. От Маши я узнала много книг, которые впоследствии стали моими любимыми. И еще мне очень нравятся, какие длинные у нее видео, потому что Маша всегда очень интересно рассказывает о книгах, и прям не хочется, чтобы ее видео заканчивались. Анастасия Мурлеева. Девушка с, так сказать, неформальной внешностью, что сразу же приковала меня к ее видео, она очень улыбчивая, задорная и энергичная. Евгения Уколова. Мне иногда кажется, что после того, как у девушки появляется ребенок, она как-то преобразовывается внешне, и поведение ее меняется. Мамочки всегда такие уютные, видео у них такие теплые, смотреть их так приятно. И да, я очень заморочена по вопросу воспитания, так что мне очень запомнилось и понравилось видео Жени о детских книжках. Книжная Вселенная. Катя просто поражает меня объемами прочитанного, и, если честно, мне очень нравятся ее очки. Книжность. Юля просто бесстыдница, потому что она так давно уже ничего не выкладывала. Юля очень задорная, веселая, и у нее на канале много тегов. Людмила Ричи. В который раз убеждаю, что для меня очень важно, как человек разговаривает, и вот Людмила разговаривает очень спокойно, размеренно, а я очень это люблю. И еще, кстати, Людмила иногда читает Сталкер, а это, конечно, не могло меня не зацепить. Всем известная Оля Понедельник. Мне так нравится, что Оля всегда придумывает какие-то новые рубрики, какую-то движуху, и очень много взаимодействует с подписчиками. Теория Большого Чтива. Раньше я смотрела видео Марии с таким тихим восторгом, потому что я сразу поняла, какой огромный у нее читательский опыт, и я очень удивилась, когда сразу же несколько совпадений нашла у нас во вкусах. Я почему-то думала, что мне до нее, так сказать, далеко. Тренирую мозг книгами. Я вот, кстати, только что заметила, что Вера Букс Шейкина поменяла ник. Вера читает очень много такой скандальной, так сказать, литературы, от нее я узнала очень много авторов, и сейчас, кстати, читаю книгу, о которой она недавно рассказывала, и мне она очень нравится. На этом все. Надеюсь, никого не забыла, хотя вроде бы всех выписала. Напишите мне в комментариях, каких блогеров вы смотрите. Я очень, кстати, надеюсь, что я открыла для вас кого-то нового. И большое спасибо вам за внимание, хорошего дня и до встречи.